Чтобы таких коммунальных ЧП, подобных тем, что в этом году произошли в центральной части России, не было, муниципальным и частным компаниям необходимы средства на модернизацию оборудования и сетей. Одним из источников средств для этого может стать введение новой системы расчетов за электроэнергию. Речь идет об установлении границы льготного потребления для тех граждан, кто тратит электричество столько, словно у него не дом, а производство. По решению правительства России теперь это могут делать регионы, поэтому в стране и в Иркутской области, в частности, сейчас активно этот переход обсуждается. Предполагается ввести лимиты на использование электричества. Речь эксперты ведут о 11-12 тысячах киловатт-час в месяц. Только при превышении установленных значений платить за электроэнергию придется больше, как это уже сделано в ряде регионов. По сути, это никак не коснулось рядовых потребителей, ведь чтобы превысить такой лимит, нужно никогда не выключать свет дома и разом использовать все электроприборы. И даже в этом случае только через несколько лет есть шанс преодолеть порог повышенного тарифа. А вот те же серые майнеры станут платить за электричество больше, а также люди с очень высоким доходом, которые, к примеру, используют электричество для отопления больших бассейнов и коттеджей. При этом данная инициатива позволит улучшить экономическую ситуацию в регионе, ведь сейчас даже малый и средний бизнес, то есть обычные предприниматели, вынуждены платить за электроэнергию огромные суммы, чтобы сохранять невысокие тарифы на эту услугу для обычного населения. Именно так работает перекрестное субсидирование. При сокращении его объемов освободившиеся деньги можно будет направить на развитие экономики при Байкале.